Центральный банк Российской Федерации разработал ряд мер, связанных с поддержкой населения и бизнеса на государственном уровне в условиях пандемии. Среди них банковские кредиты на выплату заработной платы под 0%, льготная кредитная программа поддержки занятости, предоставление кредитных каникул. В Севастополе каждая из программ функционирует в полной мере. Мы прекрасно понимаем, что много у нас и населения, и средний, и малый бизнес, микропредприятия, индивидуальные предприниматели, конечно же, сейчас потеряли источники дохода, некоторые, к сожалению, потеряли работу. Но кредиты, мы с вами уже встречались и говорили, что у нас действительно есть закредитованность населения и бизнеса, это нормально. И, соответственно, государство выпустило закон, федеральный закон 106 ФЗ, по которому предусмотрены кредитные каникулы. По словам управляющего Севастопольским отделением Центробанка, предпринимателям важно не забывать о том, что кредитные каникулы – это отсрочка выплат. Она не подразумевает освобождение от уплаты процентов. На период кредитных каникул платежей нет, причем нет ни пения, ни штрафов, ни каких-то просроченных процентов, но эти проценты будут перенесены на более поздний срок. И причем важно очень понимать, что кредитная история заемщика не пострадает от этого. Также следует знать, что существует ряд причин, по которым заявителю могут обоснованно отказать в предоставлении той или иной программы поддержки. Одна из них – превышение лимита. В федеральном законе установлен лимит того кредита, по которому могут быть представлены кредитные каникулы. Так, у нас по ипотеке для Севастополя лимит 2 миллиона рублей, лимит именно кредита. Я подчеркиваю, это очень важно, не путать с остатком задолженности. Как банковские меры поддержки реализуются в Севастополе? Что наиболее востребовано? На какие нужды в нынешних условиях граждане берут кредиты чаще всего? На эти и другие вопросы ответит управляющий отделением «Севастополь» Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан. В новом выпуске программы «Актуальное интервью». «Актуальное интервью» Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан. «Актуальное интервью» Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан.